Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Первое марта. Всех поздравляю с первым днем весны. Надеюсь, что весна пришла и в ваш город. Но пока, судя по всему, она несколько задерживается. Но мы с вами посмотрим, что у нас происходит на финансовых рынках и начнем, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро-доллар тенденция нисходящая сохраняется. Цели по снижению у нас находятся в области 1.1920, а возврат к покупкам будет актуален после преодоления максимальных значений вчерашнего дня. Это отметка 1.2240. Пара британский фунт, американский доллар, также продолжает свое нисходящее движение. Следующие цели по снижению это движение в область 1.3488, а возврат к покупкам, то есть ближайший разворотный уровень у нас находится на максимальной значении вчерашнего дня. Это уровень 1.3915. По паре американский доллар-канадский доллар восходящая тенденция сохраняется. Цели роста это отметка 1.2920, а ближайший разворотный уровень располагается на минимальных значениях вчерашнего дня, отметка 1.2761. По паре американский доллар-японская иена мы видим торговлю в некотором боковике. Пока в рамках часового таймфрейма доллар-иена пытается вновь перейти в фазу снижения. Ближайшие цели это уйти ниже отметки 106.37. Если иена сможет закрепиться ниже данного уровня, то вероятность полизатяжной коррекции будет актуальна. Пока здесь у нас формируется боковик и цели по возобновлению роста это движение в области 47.79. По паре австралийский доллар-американский доллар тенденция нисходящая сохраняется. Следующие цели по снижению это движение в области 76.87, а ближайший разворотный уровень находится на максимальной значениях вчерашней торговой сессии. Это отметка 78.18. Пара евро-фунт вчера смогла преодолеть максимальное значение, которое мы видели 27 февраля. Закрепили за этим уровнем, что в рамках часового таймфрейма нас переводит в фазу роста по данному активу. Следующая цель у нас находится на отметке 89.46 и 89.97. Возврат к продажам будет рассматриваться после преодоления минимальной значениях вчерашнего дня. Отметка 87.78. По золоту тенденция нисходящая также сохраняется. Цели по снижению это движение в область 1300 долларов за тройскую унцу, а возврат к покупкам будет рассматриваться после преодоления максимальной значения вчерашнего дня на уровне 1322. По нефти марки Brent тенденция нисходящая сохраняется. Цели по снижению это уйти ниже, во-первых, отметкой 64.59, минимальное значение, которое было зафиксировано 21 февраля, но и далее двигаться на 62 ровно. Возраст к покупкам, а значит продолжение основного восходящего тренда, по данному активу будем рассматривать после преодоления максимума вчерашнего дня на отметке 66.89. По индексу DAX также коррекционное нисходящее движение сохраняется. Цели по снижению это уйти ниже, минимальные значения в области 12.277 и далее двигаться на 11.955. Возврат к покупкам будет рассматриваться после преодоления максимальной значения вчерашнего дня, это отметка 12.518. По биткоину также тенденция восходящая на текущий момент остается в приоритете. Цели роста это движение в области 11.900 и далее на 12.800. Ну а возврат к покупкам, прошу прощения, продажи будут актуальны после преодоления и закрепления за минимальными значениями, которые мы видели вчера, на отметке 10.336. Пока биткоин торгуется выше данного уровня, тенденция восходящая у нас сохраняется. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исааков Роман. Как всегда напоминаю, что если вам нравится это видео, оно для вас полезно, то не забывайте ставить лайк и ваши вопросы пишите в комментариях. Всем желаю хорошего торгового дня и увидимся на следующих видеообзорах. Субтитры сделал DimaTorzok